МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского округа Алексей Спаский провел первое в этом году оперативное совещание. Есть текущие задачи, которые никогда не заканчиваются. Они, может быть, идут по кругу, но тем проще их выполнять. Современный поликлинический комплекс открылся в микрорайоне Зеленой аллеи. Не надо будет так долго ходить, подолгу ждать своего врача. Дан старт новому сезону соревнований по мотокроссу и гонкам на выживание. Участников гораздо больше, нежели когда мы начинали. Сейчас уже десятки машин гоняются, сотни, я не побоюсь этого слова, мотоциклистов. В Дворце культуры города Видное прошло первое в этом году оперативное совещание главы Ленинского городского округа Алексея Спаского. В ходе встречи руководители служб, организаций и подразделений муниципалитета отчитались о работе в праздничные дни. Тему продолжит Наталья Буслаева. Работа коммунальных служб в новогодние каникулы стала основной темой оперативного совещания главы Ленинского городского округа. Руководители предприятий и управляющих компаний доложили Алексею Спаскому о том, что в уборке муниципальных дорог и вывозе снега было задействовано около 200 сотрудников и 35 единиц техники. Предприятие занималось в тесном взаимодействии с другими службами округа, с территориальными отделами, уборкой муниципальных дорог и всех объектов дорожного хозяйства. В основном силы все были прошены на уборку муниципальных дорог, вывоз снега, ну и приведение в порядок. Были проблемы с подтоплением, их убрали, работали с обращением граждан, ну и, собственно, без особых происшествий. Сотрудники МЧС отметили, что чрезвычайных ситуаций было много и приходилось работать в усиленном режиме. За праздничные дни у нас произошло 15 пожаров, один человек погиб, травмирование людей не допущено. Проводились мероприятия профилактические в полном объеме. При проведении мероприятий новогодних, ну и также продолжаем в связи с низкими температурами проводить профработу в населенных пунктах. Также на встрече был заслушан доклад о работе медицинских учреждений в праздничные дни. В период с 1 по 8 января все подразделения АПС, службы и стационара работали в ежедневном режиме. Стационар работал круглосуточно. За выходные поступило 332 человека, выписано 153. Состоит на сегодня 366 пациентов. В ежедневном режиме работали все три поликлиники, в том числе открытая 30 декабря поликлиника на 100 посещений ЖК «Зеленая аллея», 8 амбулаторий и 1 офис врачебной практики. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко рассказал об итогах работы депутатского корпуса за прошедший год. Депутаты у нас также за прошлый год отчитались полностью и в газете были публикации, и прямые эфиры на Видное ТВ. Большое спасибо всему коллективу нашего телеканала. Далее наши отчеты будут размещаться уже в сети интернет на платформе «Избиратель депутат». В завершении встречи глава муниципалитета подчеркнул важность поставленных задач и, главное, своевременное решение всех проблемных вопросов. 23-й год начался, все люди опытные. Есть история переходящая с 22-го года, как то строительство пешеходного перехода на станции Сергей Анатольевич. Есть текущие задачи, которые никогда не заканчиваются. Они, может быть, идут по кругу, но тем проще их выполнять. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Современный поликлинический комплекс начал свою работу в микрорайоне «Зеленые аллеи». Его открытия местные жители ждали несколько лет, и вот их мечта осуществилась. Медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений в день, и врачи уже принимают пациентов. Когда проходили лицензирование и экспертизу в Роспотребнадзоре, то здесь ни одного практически замечания не было, поэтому легко мы вышли с этого дела. Пойдем еще дальше. Небольшую экскурсию для местных жителей, депутатов, руководства округа и заместителя министра здравоохранения Подмосковья Елены Зинатулиной проводит главный врач Видно-Вскорайонной клинической больницы Бутай Бутаев. Актуальное уже расписание, вот мы видим там на 9, 10 января, там 12, ну и так далее, на весь, практически на весь январь, уже с конкретными врачами, в какое время работают, в каком кабинете. Несколько лет жители микрорайона «Зеленые аллеи» мечтали о том, чтобы у них появилась своя поликлиника. Добираться до других, особенно пожилым людям, было нелегко. Весной начала проходить диспетеризацию и вынуждена была бросить, потому что далеко ездить. Ездила на расторговывание, но это тонар. Тоже очень далеко, очень подручно, нужно было с пересадками и все прочее. Дом, в котором расположена поликлиника, был возведен еще в 2018-м, а вот строительству амбулатории был дан старт лишь в начале прошлого года. Долгожданная поликлиника, поистине новогодний подарок для жителей ЖК «Зеленая аллея». Сегодня мы ее, как и обещали, открываем в конце года и уже завтра, 31 декабря, здесь начнется прием. Застройщик возводил поликлинический комплекс в строгом соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Работа велась в тесном контакте с руководством округа и ВРКБ. Добрый год. И на память себе кусочек можете оставить. Теперь жителям доступны врачи-терапевты, невролог, эндокринолог, офтальмолог, лор, хирург, травматолог, а также процедурные кабинеты, УЗИ и дневной стационар. Лечебное учреждение полностью укомплектовано необходимым оборудованием. Дефицита в Ленинском городском округе по амбулаторно-поликлинической сети, именно мощностей поликлиник, в действительности не хватает. И поэтому эта долгожданная поликлиника на особое сечение смены является одним из таких нужных, необходимых объектов здравоохранения, которые будут оказывать квалифицированную помощь и тем самым улучшить доступность оказания медицинской помощи в городе. Сегодня в микрорайоне Зеленой Аллеи проживает около 12 тысяч человек, а потому уже на праздниках жители начали активно записываться на прием и посещать врачей. На сегодняшний день в новой поликлинике уже побывало более 300 пациентов. Не надо будет так долго ходить, подолгу ждать своего врача, чтобы попасть к специалисту, очень тяжело. Ну, мы довольны, мы рады. Спасибо большое всем, кто помог, кто принимал участие в строительстве. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Также накануне Нового года в микрорайоне Зеленой Аллеи запустили маршрут, который связал ЖК со станции Расторгуева и шестым микрорайоном. Этого события местные жители ждали долгие годы, ведь раньше добираться до железной дороги было проблематично. Прокатилась по новому маршруту и наш корреспондент Юлия Погасян. Жители микрорайона Зеленой Аллеи встречают первый автобус нового маршрута 33К, на котором отныне легко добраться до станции Расторгуева. Тариф нерегулируемый, социальные льготы пока не действуют. Оплата происходит по картам Стрелка и Банковской. Стоимость 50 рублей. Данный маршрут мы запустили в рамках поручения главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спаскова и по многочисленным огромным просьбам жителей. Густонаселенность района очень большая, поэтому приходится решать разные вопросы, как жителей доставить из дома на работу и с работы обратно домой. Начинается новый маршрут в Зеленых Аллеях, доходит до станции Расторгуева со стороны разворотного троллейбусного круга, затем движется в шестой микрорайон, а оттуда обратно в Аллеи. Весь путь занимает порядка получаса. Я думаю, что станет легче добираться, потому что до этого было очень сложно. Мы пешком ходили, автобусы не дождаться, то есть сейчас намного удобнее. Спасибо! Для перевозки пассажиров специально закуплено пять новых комфортабельных автобусов среднего класса. Так как маршрут муниципальный, администрация округа вправе изменить схему его движения, если такой запрос поступит от жителей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Максим Константинов. Видно ТВ. Православные верующие отметили Рождество Христова. Праздничную службу в Успенском храме посетили прихожане и гости округа. Наш корреспондент Галина Житкова побывала на любимом семейном торжестве. Чудесный рождественский пейзаж. В старинном Успенском храме, что принято еще называть на кругу, несмотря на конкретный морозец, тепло и уютно. И это не только от горящих свечей и множества прихожан, от любви и доброты, что дарит только этот светлый праздник. Рождество – это очень семейный праздник. Мы его встречаем в храме, ходим на дневную и на ночную службу. Мне очень нравится ночная служба, в ней есть особое очарование. Ирина Герасименко приходит в храмы в утренние часы, но считает, что такие ночные службы дают больше возможностей для переосмысления себя и окружающего мира. Рождество – это вообще самый светлый праздник, один из любимых моих праздников. Я его очень люблю. И я считаю, что в этот праздник должно случиться какое-то чудо. Я жду его. Может быть, когда-нибудь случится, мне, может быть, что-то вам в чем-то повезет. Общая молитва в эту чудесную рождественскую ночь сплотила прихожан разного возраста, профессий и социального статуса. Удивительную атмосферу праздника создавало и одухотворенное профессиональное церковное пение. Для меня это второй праздник после Пасхи. Это настолько прекрасно, как бы и подбор произведений, на которых мы росли, на которых культура воспитывалась церковно-певческая. Мы, конечно, стараемся все по максимуму привнести, максимально торжественности, максимально благодати. Встретить новый день в храме, да еще в такой светлый праздник, решились давние прихожане, которые отмечают особое единение душ и сердец. В такие минуты все надеются на самый благополучный исход всего задуманного. У большинства людей Рождество Христово ассоциируется прежде всего со сказкой. Ну, как верующие люди говорят, с чудесами. И я хочу пожелать всем нам в этот праздник или маленького, или большого рождественского чуда. Пусть Господь дарует его то, которое каждому из нас нужно. Впереди святочные дни, в которые священнослужители рекомендуют не просто ходить друг к другу в гости, а утешать и поддерживать добрым словом и поступком тех, кто в этом очень нуждается. Галина Житкова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Любители экстремальных видов спорта получили удовольствие, наблюдая за стартом нового сезона соревнований по мотокроссу и гонкам на выживание, несмотря на сильный мороз. Мероприятие собрало немалое количество зрителей. Среди них был и наш корреспондент Дмитрий Книга. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки состоялся большой спортивный праздник. Здесь прошло открытие нового сезона соревнований по техническим видам спорта. Первыми начались состязания по мотокроссу. В каждом классе два заезда. Надо выиграть два заезда, чтобы стать победителем. Если один заезд во втором, третье, четвертое место, то это не факт, что еще есть победа. Ну, в зависимости от начисления очков происходит награждение. В заездах принимали участие как молодые ребята, так и ветераны спорта. Сильный мороз сказался на количестве участников, но те, кто приехал, получили удовольствие. Григорий Товарнов живет во Владимире, но выступает за команду нашего округа с 2019 года. Ну, на чемпионате России в детях до 12 я приезжал вторым. И в 21 году в классе до 193. В этот раз Григорий выиграл первое место в своем классе. По соседству с кроссовой трассой также открыли новый сезон гонок на выживание. В этом году у организаторов соревнований большие планы по развитию технических видов спорта. Участников гораздо больше, нежели когда мы начинали. Сейчас уже десятки машин гоняются, сотни, я не побоюсь этого слова, мотоциклистов приезжают на каждое мероприятие. Но и летом мы планируем такой конкретно большой, значимый фестиваль на несколько дней с гонками, с концертными выступлениями. На первый этап гонок на выживание вышли 12 пилотов. Среди них те, кто гонялся в прошлом году и не побоялся выйти на старт в экстремальных погодных условиях первого заезда 2023 года. Несмотря на непогоду, у нас зрители верные, у нас верные, можно сказать, уже фанаты, которые, тем не менее, собрались. Я думаю, в течение ближайших двух часов еще люди будут прибавляться в качестве зрителей. Эмоции радостные. По итогам соревновательного дня победу одержал Даниил Соколов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.